Баржа строится и искры летят. В ближайшее время эти листы металла поставят на воду, собирают пять головных судов для рыбаков из Магадана. Заказчик не только добывает морских обитателей, иногда поднимает со дна водоема в затонувшие корабли. Поэтому решили построить плашкоут, который сможет возить грузы до 300 тонн. Сотрудничество у нас уже довольно долгое. Первый пароход у нас был заложен пять лет назад. Была выездная бригада. Мы производили строительство в городе Магадане. Остались довольны работой проделанной и решили продолжать сотрудничество с Благоверфью. Так как мы развиваемся, у нас идет выполнение парка, требуются новые единицы. Какие основные параметры, размер? Данное судно у нас 28 метров. Проект называется СРП-200 грузоподъемностью примерно 300 тонн. А в течение какого времени вы должны изготовить? Мы, значит, должны судно приготовить заказчику до начала навигации. Пока строители заложили только киль, основание первого судна из большого заказа украсила памятная табличка о сотрудничестве. Наладить его с многими клиентами удалось благодаря ответственному подходу к работе и уникальному оборудованию. В этом вопросе нам очень хорошо помогает администрация города Благовещенска. В прошлом году мы выиграли даже тендер. Мы купили очень хороший токарный станок 8-метровый в области такого, я думаю, что нет, только пока что у нас. И в данный момент мы все присутствуем на закладке головного судна. Это будет морской плашко для нужд группы компаний «Магадан Рыбпром». С 2012 года Благоверфь успешно построила и поставила на воду 64 различных судна. Два из последних в 2022-м заложили по госзаказу. Сейчас работу над ними завершают, чтобы к маю 2023-го транспорт вышел на швартовые испытания. Это уже говорит об определенной стабильности, о том, что заказчики из других регионов это тоже говорит об определенной стабильности и о качестве выпускаемой продукции. Поэтому мы очень надеемся, что и дальше эта отрасль, она у нас в городе традиционно развита, судостроение, у нас две большие реки, поэтому эта отрасль, мы очень надеемся, что будет развиваться и дальше. По словам Максима Ноженкина, важно развивать в Благовещенске такие предприятия. Они не только совершенствуют отрасль, используя современное оборудование, но и создают рабочие места. Кристина Слепцова, Екатерина Борисова, Виталий Антонюк. Программа «Город».